Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видновском перинатальном центре появился на свет пятитысячный ребенок. Год через три-четыре ждем вас. Обязательно по душе. Поздравляю. Жители Расторгуева привели в порядок один из мостов в парке отдыха. Нашли доски, нашли саморезы, нашли бензопилу. Начали работать. Проект видновчанина Михаила Алексеева стал победителем губернаторской премии. Когда они выбрали наш проект, значит, действительно, мы делаем дело хорошее и нужное, полезное. В Видновском перинатальном центре появился на свет пятитысячный ребенок. Малышка Мия родилась 18 октября и стала первым ребенком для молодой семьи Александры и Максима Черепниных. Одной из первых счастливую маму поздравила Екатерина Коваленко. Желаю вашей семье любви, здоровья. И, конечно же, не останавливаться на достигнутом года. Через три-четыре ждем вас. Обязательно по душе. Поздравляю. Счастливая мама Александра Черепнина уже третий день принимает поздравления. 18 октября она родила дочь. Девочка весом 3 килограмма 300 граммов и ростом 54 сантиметра появилась на свет в Видновском перинатальном центре и стала здесь пятитысячным новорожденным. Малышку назвали Мия. Для молодой семьи из преграда Лесное – это первый ребенок. Пять часов и все. Я думала, что сутки буду страдать. Я даже, скажу честно, никакой такой боли не почувствовала. Врачи помогали, поддерживали. Мне кажется, это самое главное. Я очень благодарна им за это. Врачи приложили все усилия, чтобы роды были легкими и прошли без лишних болей и стресса для мамы и ребенка. Принимали роды днем. Дежурная бригада нашего родильного отделения рожала она вертикально. То есть более бережно. Это тренд современной вертикальной роды, которые помогают сохранить и здоровье матери, и здоровье малыша, дают меньший травматизм. Видновский перинатальный центр является учреждением родовспоможения высшего уровня. Ежегодно здесь появляется на свет более шести тысяч малышей. Это один из лучших показателей в Московской области. У нас наш муниципалитет – это четверть всех родов. Все остальные – это другие районы Московской области. Домодедовские районы, близлежащие. Плюс Москва еще есть. И гражданки иностранные тоже рожают у нас порядка 10%. Уже сейчас маленькую Мию с мамой готовят к выписке. Ну а с 18 октября и к моменту создания этого сюжета в Видновском перинатальном центре родилось еще 36 малышей. Екатерина Коваренко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня в постоянной рубрике «Видновчане об этом» наш корреспондент вышла на улицы города, чтобы узнать, собираются ли жители Ленинского округа принять участие во всероссийской переписи населения. Подробности в сюжете Юлии Пагасьян. В этом году в России проходит перепись населения. Она должна была стартовать еще в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена. С 15 октября по 14 ноября можно будет переписаться. Для чего это делается? Чтобы узнать, кто и как живет в России, и определить социально-экономическое развитие на будущее. Переписываться будете? А как же? А как? Что же мы, не члены родной России, что ли? Безобразница, куда наденется. Обязательно. Я обязательно. Где больницу? Где дома строить? Ясли главное где? Да. Ну, все нормально. Родим с тобой и мы идем в Ясли. Это, кроме всего прочего, надо делать, знать, куда мы идем и с чем мы идем. Раньше таких вопросов не задавали, просто приходили, переписывали. Ну, а что касается вас? Ну, наверное, скажу в МФЦ. Уже приняли через госуслуги. Ну, а как же обязательно. Почему считаете важным? Ну, как важно, нужно знать вообще, какое население в нашей стране. Ну, все. Каким способом будете? Ждать, пока домой к вам придут? Электронным или сами пойдете? Нет, наверное, буду ждать, пока домой придут. Когда придут домой. Я дома сижу. Там есть ряд вопросов, которые определят нужды, потребности. Ну, и, наверное, пожелания. Каким образом будете принимать часть? Электронным? Физично? Я пока не знаю. У меня сын, а переписал у нас уже. Уже приняли участь? Да. А каким образом? Электронным? Электронным. Удобно? Очень удобно. Быстро? Да. Будете ли принимать участие во всероссийской переписи? Нет. Почему? Не знаю, просто не хочу. Нет, конечно. А для чего? Ну, почему? Даже не знаю. Нет. Почему? Ну, я пенсионерка, мне это неинтересно. Пусть молодежь в этом участвует. Перепись населения в нашей стране проходит каждые 10 лет. В этом году очень удобный способ введен электронной переписи на портале госуслуг. Также переписчики будут ходить по квартирам, а еще имеются пункты физически, куда можно прийти и переписаться. Один из них находится в центре города. Видное в Доме культуры. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Что объединяет людей больше всего? Конечно же, совместный труд. Несколько жителей Расторгуева договорились собраться вместе и привести в порядок один из мостов в местном парке отдыха. Денег в администрации самого парка на это не выделяется по простой причине. Объект не стоит у организации на балансе. Но ежедневно по мостику, который стал представлять опасность, проходят десятки людей. Чтобы не случилось беды, активисты поселка взялись за дело. После короткого совещания в соцсетях и распределения обязанностей, ранним субботним утром в Расторгуевском парке закипела работа. Привезли брус, бензопилу, инструменты, но главное, захватили желание и умелые руки. А смотреть, как дело спорится, огромное удовольствие. Немногословные в работе мужчины лишь иногда только советовались друг с другом. И вот постепенно начали вырисовываться новые очертания мостика. Анатолий живет неподалеку от парка. Сюда ходит вместе с семьей. И не обратить внимание на сломанные перила моста было сложно. У меня здесь ребенок катается раз в неделю. И все время с драганием в сердце смотрю на то, как проезжает. И боюсь очень сильно, что упадет. Нашли доски, нашли саморезы, нашли бензопилу. Начали работать. На помощь мужчинам пришла семья Смирениных. Татьяна и ее дети Дэвид и Эвелина. Им досталась творческая часть работы – покраска моста. В принципе, тут ничего сложного нет. Если выходить периодически, вот так что-то менять на своем районе, ухаживать, не мусорить, не ломать, то жизнь будет прекрасна, мне кажется. Скажу тебе, работать сегодня насколько приятно? Как это для тебя? Хорошо? На все 100%. Муниципальные бюджетные деньги должны тратиться только на объекты муниципальной собственности. А в данный мост он, ввиду определенных процедур, еще не успел перейти, принят на баланс парка, бюджетного учреждения парки. А ходить надо сегодня и сейчас. Пока шла работа, по мостику проходили люди с детьми, с собаками, с удочками, проезжали на пони. И наши умельцы в очередной раз убеждались – мост очень нужен людям. Мостик почти готов. Остались последние штрихи. Сейчас его покрасят. Но, кстати, пока его ремонтировали, люди, проходящие мимо, говорили спасибо. Татьяна Брылова, Елена Кушелева, Видное ТВ Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж велосипедов. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали его в одном из комиссионных магазинов в момент, когда он пытался сдать похищенное имущество. За что вас задержали сотрудники полиции? За воровство. А что вы украли? Велосипед. Один? Несколько. А что вы дальше с ними сделали после того, как украли? Продал. Куда продали? Людям через авиа. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, полицейскими был задержан мужчина, подозреваемый в сбытии крупной партии наркотиков. В ходе отработки, полученной оперативной информацией, автомобиль злоумышленника был остановлен возле одного из домов в деревне Месайлова. Полицейскими обнаружены и изъяты 27 свертков с веществом темно-зеленого цвета весом около 27 килограммов. Представьтесь, пожалуйста. Кофор заданил, а в дочку речь. На что задержан? Я писал как-то, а не будем разговаривать. То есть вы отказываетесь? Да, отказываем. Согласно заключению эксперта, в 11 исследуемых объектах находится наркотическое средство «Гашиш» общим весом более 10 килограммов. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наш телеканал продолжает рассказывать о лауреатах губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». В числе победителей этого года оказался Михаил Алексеев. Житель нашего округа уже год на базе Георгиевского храма реализует проект «Воскресная не школа». Ранние подъемы, учебные классы и строгие учителю доски – все это будни каждого школьника. Поэтому в свободное время, особенно выходные, им хочется встретиться с друзьями, поиграть и отдохнуть. Организовать полезный досуг для детей и взрослых смогли в Георгиевском храме. Год назад здесь отказались от скучной школьной атрибутики и пригласили узнать мир совершенно по-другому. У нас не учебный год, у нас нет учителей, у нас нет уроков, у нас встречи, у нас нет парт. Мы все вынесли их, вот у нас ковры хорошие мы рассылаем для детей, чтобы они могли спокойно в домашней обстановке почувствовать себя как дома. Проект «Воскресная не школа» стал одним из лауреатов губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». Он интригует одним своим названием. Как оказалось, его наполнение не менее занимательное. У меня школа самое важное – это, конечно, игры, через которые мы с детьми разговариваем о самом важном. О том, кто он такой, как ему себя презентовать, кто он по отношению к другим ребятам. Помимо этого, ребятам на занятиях нередко нужно найти ответ на сложный, порой философский вопрос. В ближайшее занятие у нас будет посвящено письменности. Будем рассказывать историю детям о фараоне. О фараоне из первой династии фараонов египетских. Его гробницу нашли в 19 веке, но открыть смогли только в 20 веке. И когда они вошли в нее, то они увидели только мумию фараона. Ни сокровищ, ничего. Только одна мумия лежит и имя. Имя фараона написано над ним. Зачем? Задавая этот вопрос детям, мы с ними будем обсуждать именно то, что этот фараон на самом деле написал ее только для одного, для Бога. Решить такую загадку порой не под силу и взрослому человеку, но дети с ней могут справиться. О своих успехах, конечно, рассказывают родителям, которые и сами с интересом приходят на занятия. Мы не отделяем детей и родителей. Поэтому мы стараемся приглашать каких-то интересных людей, постоянно с родителями находиться в диалоге, в контакте. И все мероприятия проводить именно семейные. За время народного голосования проект «Воскресная не школа» набрал почти 2000 голосов. Однако победы Михаил Алексеев не ожидал. Видел, что среди конкурентов есть не менее интересные работы. Так как все это решалось народным голосованием в первом туре, потом жюри, и раз они выбрали наш проект, значит, действительно, мы делаем дело хорошее и нужное, полезное. Весь приз участник премии вложит в развитие своего проекта. За год не школа получила большую популярность. Регулярно в ее стенах занимается около 80 человек. Всего же численность детского и взрослого населения – более 200. Здесь через игру и истории участники узнают о христианских, общечеловеческих и патриотических ценностях. А значит, не школа и вправду делает доброе дело. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Учащиеся театра студии «Арабеск» отметили Всемирный день балета праздничным концертом. Юные танцовщицы выступили с небольшими вариациями из разных постановок хореографического коллектива. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Балет – это самый сложный вид хореографического искусства, где учатся выносливости, внутренней дисциплине, эстетике и грациозности. Именно эти качества помогает раскрыть своим воспитанницам руководитель театра студии «Арабеск» Ирина Церингер. Для чего вообще занятие хореографии? Вот именно привить эстетику, эстетику культуры, поведения, общения. Ну и, конечно же, чего ждут родители от педагога. Это хорошие осанки и хорошего вкуса. На занятиях юные танцовщицы не только постигают основы классического балета, но и изучают историю хореографического искусства. История балета в целом, начиная с самых первых времен танцев, средневековья, история российского балета. Моя любимая балерина – это Анна Павлова. Именно она, потому что у нее от природы не было никакой выворотности, у нее не было даже, можно сказать, возможности заниматься. Она была рождена больным ребенком. Но она через «не могу», через боль наверняка прошла и стала самой наверняка известной русской балериной. К Всемирному дню балета хореографический коллектив подготовил праздничный концерт. Программа мероприятия состояла из сцены вариаций классических постановок, таких как «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик» и «Дон Кихот». На концерте выступили дети разных возрастов. Алена Бердникова занимается всего два года, но уже приняла участие в нескольких спектаклях. Первый раз, когда я еще только что поступила, то у нас был «Щелкунчик», я танцевала мыши. Потом у нас я танцевала «Снежина». Впереди у театра-студии многочисленные репетиции и подготовка к большим спектаклям. Которые пройдут на сцене Видновской школы искусств. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова